Прекрасная далёка Прекрасная далёка Елена Вайт Способ посадки деревьев Что можете сказать? Да я уже устарел Я даже знаю, что такое парамагнитный конденсатор Вот Галина Абрикоса Круплоплодного Сохнет ветка с плодами Скажите, как лечить? Поливочный режим Поливочный режим соблюдается Саженец Изначально посажена холм С уважением, Галина Значит Ветку, которая сохнет Вместе с плодами Не трогайте пока Просто подождите Отрезать всегда успеете Время отрезки В начале высокодвижения Ранней весной А пока просто ждите Есть такие процессы Куда мы вмешиваться не можем Потому что мы можем делать только хуже Так Что собирается купить Ольга? Что она собирается? Что нам Ольга писала? Не вижу я предыдущего письма Так В этом году я с абрикосом 8 штук Абрикос Амур от Сергея Жду, когда сами упадут на семена О, наш человек Правильно делайте, что ждете Как поживает абрикос Ваньков ранний? Будут ли черенки для прививки косики? Старик, 30 лет Половина веток уже отрезаны Вот Я его перестал с него веточки брать Чтоб он еще пожил Ну, это будет так выглядеть Вы для меня, Александр Человек авторитетный Я не могу сказать Надуться и скотя Напомните мне В день В ноябре, декабре Отрежу для вас пару ветчек Так Собираюсь приобрести новый участок Но там близкое загадегание было Конечно, не покупать Нет, почему? Есть несколько факторов Для чего люди покупают? Например, купили Да, там хороший дом Баня Лужайки может уже есть Какие-нибудь Так Может быть даже Близкое залегание Грунтовых Вот проблемы с водой Попробуйте Когда человек Мне рассказывал 70 метров до воды Да, еще скалы Да, еще скала сплошная Ну, проблему с колодцем Решили Значит Вода есть Хотя бы для бытовых нужд Вопрос принципиальный Значит Хотите иметь деревья Поищите другой Хотите въездить Загорать шашлыки Какие-то Близкое залегание Понятие относительно Это может метр Два, три Или как Когда Моему тестю Ветерану войны Дали На болоте Землю Там вода Сразу Только Копнешь И уже сразу Вода выступает Тоже близкое залегание Решать уже вам А что вырастить Ну В последних фебинарах Я рассказывал Что вырастить Для начала Нужно Обзавестись Хотя это не так просто Корневыми отводками Слив У них нет Центрального корня Корневыми отводками К примеру Вишен У них тоже нет Корневые отводки Тоже Это Ну и Корневые отводки Яблони На которых Можно привить яблоки Приобрели Корневые отводки Сливу Будете со сливами И даже с абрикосами Короткий век Но хоть что-то будет Волочная вишня Тоже у них Могут корни Выдержать Безнадежно Только для груш И для Сеянцевых абрикосов То есть Которые Начали расти Семен Они привиты На ту же Допустим Сливу Алычу Терн Вот такой Короткий ответ Так Сегодня Получилось Короткий разговор Сейчас я посмотрю Кто тут есть Юра Привет Брат Спасибо за подарок Сергей Сталинград Это Мужик Серьезно Я его благодарю За Если он 88 Вебинаров Из каждого Сделал по нескольку То это Гигантский Труд Гигантский Его Даже оценить Невозможно Потому что Тем более Это труд Интеллектуальный Вот То Ничего я Не способен Так Кто тут Еще у нас Все эти Знакомые Лица Вот Ну что Друзья Давайте Заканчивать Значит Пока Я Все таки За первые Три дня Напишет Все равно 300 просмотров Мне нужно Пока Все в голове Уложено Нужно Все рассказывать Рассказывать Когда-то Выйдет Специальная Будет Программа Для школ Все это Основано Будет Для школ Для институтов Для университетов Все это Будет Основано Вот на этой Новой литературе Вот Потому что Надеются Что эти Толстые Сонные Как мы их Назвали Бухарцы Увидят Скажут Не Мы Это самое Проще Сделать вид Что ничего Нету И Не надо Напрягаться Судьба Мичуринских Идей Страшная Я ведь Разговаривал С Еленой Александровной Не одна Не первая А может быть Сорок первая Кого я спрашивал А вы Сами Как Относитесь Не простые Люди Не студенты Не выпускники Не ученые Те кто Занимаются Обычно Это ГСУ Вот Понятия Не имеют Чем Занимался Мичурин А ведь Как Можем Продолжить Если Он построил Половину Здания Вот Уже все Уже стены Окна Осталось Только Крышу И вдруг Начинает Опять С нуля Да еще Копает Не туда Вспомните Эти ямы Дедубильные Ну все Друзья Давайте Заканчивать А тут Еще Пришла Пара Ваши Сенцы Абрикосы Обыгнали Мои местные Спасибо Это вам Спасибо За такую Новость Значит Не болтун Так Ольга Сталкиваюсь Вы С шаркой С левой Другими Словами Оспа Нет Вы знаете До того Обидно Стыдно Бывает Когда Я не могу Дать советы По болезням Деревья Ну не виноват Я что Они не болеют Так Ольга Еще что-то Пишет На старый Тер Можно привить Абрикос Или молодой Посадить И привить На старый Можно привить Дело в том Что Тут Не зря Мичурину Спорил Одно дело Приваешь На сеянец На молодой Да Вот И хотя Они разные виды Есть шанс Что приживется Даже плодносик А по Мичурину Старое дерево Когда Приваешь Одну Единственную Ветку Она может быть Одна из сорока Похожих веток Из десяти И ста Вот Оторжение Страшное Я это Сам Убеждался В этом Вот Лучше Молодой Он более Пластичный Примет А старый Тер Молодняк Привать не хочет Вот как раз Не зря Я Мичурину Вспомнил Вот Это Мой Опыт И Соподать С его Опытом Вот Ну что Друзья На этом Нам Все До свидания До следующего Понедельника Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...